ПЕСНЯ Каждый боем достоин победы Есть вопросы, не дают ответы Один шанс, это твой целец Они хотят грена, а ты дай мне вещь ЭТО ФАРТ 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 Ну что, сильный бросок подходит к своему совершению И сейчас нам остается посмотреть главный бой сегодняшнего вечера И первым появляется претендент на титул чемпиона НФК Это Дмитрий Орлов, человек, который год отсутствовал на ринге Который лечил травму и который ушел, не проиграв титул чемпиона Он сдал его из-за этой самой травмы И сейчас он возвращается для того, чтобы забрать то, как он считает, свое право Напомню, что Дмитрий Орлов совершил свое возвращение на новогоднем безумии Когда в самом концерт шоу он появился, просто вызвав невероятную реакцию Сначала казалось, что он присоединится к группировке ОК Но после обманки он атаковал Ивана Маркова локомотива И показал, что он вернулся для того, чтобы время собирать камни Чемпион независимой федерации «Вестлинга» Ивана Маркова локомотива Это человек, у которого все ОК, дорогие друзья Иван Марков локомотив В сопровождении Михаила Сергеевича Огнеева с флагом И элиты, новый чемпион КНФ среди девушек Да, ты знаешь, гляньте на это трио Действительно понимаешь, что у ребят все ОК Сейчас в ОК находятся практически все главные титулы Не только нашей федерации, но также еще и главный титул КНС-ДАПОВ Ребята, это просто невероятное достижение Да, элиты еще не хватает, знаешь, забрать титулчику КНС-ДАПОВ И стать первой абсолютной чемпионкой России среди девушек Так вот, что я бы рассказывал, когда-таки про то, что все подумали, что Орлов присоединится к ОК Я хочу сказать, что и сам Дмитрий подгревал масла в соцсетях, размещая одобрительные посты в адрес группировки И вот сейчас Михаил Сергеевич Маклеев находится в нашем нас Для того, чтобы он забрал у нас коробочку Ну что, я даже могу развернуть его акционы вот так вот Я снял его на жестоком Да, дорогие друзья, вы сейчас этого не видите? Другой коллега Валентин Пурко размахивает флагом группировки Окей, окей, может он тоже станет новым участником этой группировки? Ну, я так скажу, у меня лично все ОК Два секунды, вот, Олеган Сергеевич подходит И для меня это была большая часть И для микрофона, у нас микрофона нет Ну, нет, флаг рядом со мной остался Вот, как это, флаг тебе в руки Так вот, Дмитрий Орлов, да, он хотел вроде как-нибудь присоединиться к группировке ОК Оставлял такие послания, и многие решили, что так оно и будет И Локомотив тоже на это дело, похоже, купился Но Орлов вот совершил вот это нападение И Лоха сам в соцсетях тоже потом написал, что ты дурак, мог бы быть частью группировки А теперь вот, грызи ногти Но... Да, и посмотри, вот он, Иван Марков Локомотив Человек, который по факту узурпировал сейчас независимую федерацию вестлинга Как и вся группировка ОК Потому что они являются доминантной силой Хотя... Главной силой Хотя три человека всего Да Два рестлера и один Михаил Сергеевич Нет, ну, конечно Друзья, вы понимаете, что Локомотив, он тоже рост в группе Я спросил, почему это сериал два с половиной человека Конечно, конечно, у нас все укинь, сейчас будет окремительно важный матч Но, если это наличие, которое гораздо важнее, чем этот бой Это то, что 6-го числа у абсолютного города Компорта По-другому этому городу был день рождения Ну, он уже был этот день рождения, но... Поздравить никогда не поздно Да, Локомотив решил как бы на шоу это сделать пышно И посмотри, как мается Дмитрий Орлов Говорит, господи, ну что я должен... За что мне это все? Да, представляешь, человек год ждал, чтобы выйти в ринг А тут он уже зашел, а тут его заставляют еще ждать Вот, а даже ушел Что такое? Какие-то подарки дали И мы хотим подарить подарок самому преданному болельщику команды ОК И кто же это? Кто же это? Так, секунду Да Какого-то зрителя И сказали, что это самый преданный болельщик Который не выпускает ни одного шоу Ой-ой-ой, вот мне не нравится, когда Локомотив вызывает зрителей Просто я был свидетелем некоторых вещей, когда вот зрителей... Ну, посмотри... А нет, слушай, нет, все нормально было Просто я помню, был случай, да Когда Локомотив вызвал зрителей таких воли Красивая футболка Красивая футболка Ну и, конечно же, как можно без подарка Ну, у нее другая Так, и что, там у нас какая-то коробочка, такая большая Когда, знаешь, Вахнеев приносил эту коробку к нам сюда Он говорит, вот эта коробка Следите, чтобы... Да, она стояла рядом с нами Я говорю, что там, кот Шрёдингера в коробке Ой-ой-ой, там шикарный торт Короче, все, вы меня на самом деле Я году все время, когда люблю Потому что вот этот, улюбил три плана Уже, я не знаю, которую ему стоят здесь Все, ба-ба-ба-ба Я не могу его понимать, смотри, да Что Горлов там уже... Нет, его можно понять, потому что я уже говорил Человек ждал год просто, чтобы выйти в ринг, понимаешь? А его заставляет себя ждать Самое страшное, ожидание Самое тяжелое для рестера Ну, это знаешь, что... Спасибо, Наня Ну, прием, когда ждал, потому что человек, который Проснулся после литератического сна В течение, там, пяти лет Увидел, что субботы, решил еще немножко подремать Я тебе отвечаю Ты больше лень сейчас в твоих словах Лука, урой, это в мину Выруби это в мину, вот так вот Да, урой, точнее, сказал Ну, да, урой Михаил Сергеевич Вахнеев Ну и, да, видимо, празднования отложат до лучших времен Ну или, по крайней мере, до окончания этого поединка Слушай, честно говоря, я думал, там торт будет побогаче Вот сейчас Миша его несет к нам Вот, и мы сейчас его спросим Михаил Сергеевич, можно ли откусить? Скажите, пожалуйста Нам сказали, категорически нельзя А очень хотелось Ну, поскольку коробка, она здесь, вот рядом с нами И Михаил Вахнеевич Михаил Вахнеевич, что я говорю? Михаил Сергеевич Вот, да, слушай, еще очки нам дали Слушай, надо примерить Давай Когда еще такой случай будет? Ты великолепен Да Кстати, можешь теперь уже флаг брать Вот теперь я тоже участник Знаешь, я с флагом, ты в очках Группировка, комментаторы куплены Чем вам топить за локомотива дружно? Да нет, на самом деле мы, конечно, топим за самый честный рестлинг И хотим, чтобы этот чемпионский бой прошел в рамках правил Потому что этого ждали мы все практически два месяца Ну что, рестлеры сразу же у нас сходятся в схватке И Дмитрий Орлов отбивается от атак локомотива Да, разгоняется сейчас локомотив Сплэш в угол Атака идет одна за другой Локомотив, да, он прет, ну понятно Здесь у него не только защита титула Но и, так сказать, оскорбление достоинства его личного Ой-ой-ой, да, посмотри, футболка И сейчас избивает он Дмитрия Орлова И бушит еще Сейчас, конечно, не вовремя, но Дмитрия Орлова новый костюм И вообще, как бы, вы видели, времени не терял даром Подкачался Да Набрал такую мышечную массу Но пока ему это, конечно, не очень сильно помогает Да, потому что, знаешь, в независимой федерации рестлинга По поводу мышечной массы с локомотивом вряд ли кто-то может тягаться Настолько идеально он выглядит Ну, настоящий бог рестлинга Боги, как известно, идеально Локомотив, это хищник, безжалостный Вот идеальная машина для убийства Абсолютно согласен Орлов в ногу! И его локоть давит Ты посмотри, Орлов даже на ноги не может встать Он, локомотив настолько прессует его Я знаю, ты любишь это слово Что Дмитрий Орлов даже не в силах встать Он ничего не может сделать с этими атаками Ну, он так не смог Вот сейчас смог Заблокировал удар локтя И локомотив просто ой-ой-ой С какой силой, с какой злостью он забивает его просто Да, пытался Дмитрий Орлов выйти из этого угла Но моментально оказался там же По плюху получает локомотив от Орлова Удар! Да, берет сейчас в дождь у пожарника Но отбивается локтем Дмитрий Орлов Спрыгивает, я их на катер пытался сделать Да, попытка провести свой финиш Что творят? Бычка просто, бычка на... Ох, какой удар! Какая пощечина! Да, удар по ноге, по спине И бэк, ну это даже бэк-драйвер какой-то был Да, удержание раз Да, но только до одного моментально вырывается Дмитрий Орлов Да, тем временем локомотив продолжает доминировать в этом поединке И ты знаешь, что-то мне подсказывает, что Дмитрий Орлов явно не ожидал такого холодного приема Ну, понимаешь, локомотив еще сдул то, что его торжество Орлов, видишь, прервал Ты посмотри, что сделает Выкручивает ногу сейчас Так, коленный состав можно, знаешь, вывернуть Конечно О-й-й-й-й-о! Вообще, локомотив, мне кажется, такое ощущение, что он целенаправленно хочет отправить от Орлов Вернулся после травмы Ну и сейчас локомотив, видимо, ставит своей целью отправить его обратно Да Причем, рубит он по всем конечностям, до которых только дотягивается Ладони, руки, ноги, все идет в ход Вообще, в рестлинге, честно говоря, есть такое неписанное правило Вот травмировать оппонента, ну, нельзя То есть, его можно там бить и как угодно, но целенаправленно, по крайней мере Но локомотив делает сейчас именно это Да, и выгибает он сейчас руку Дмитрия Орлова Ой-ой-ой! И промахивается, да, и Дмитрий Орлов не летит в атаку Удар из локтя, апперкот Посмотри, какой кровопотек у Орлова Да, да, я вижу Очень брутальный поединок с первых же секунд И скорости рестлеры взяли Ой-ой-ой, вот сейчас, господа зрители, господа расходитесь Обманул! Да, пошла обманка теперь уже от Дмитрия Орлова Но зрители, наученные горьким опытом, вот, когда тут пару раз их чуть было не зашибли во время матча Ну, случайно, конечно Да, и смотри, сейчас развернулся Иван Марков спиной И учил, да, лицо, ногой в лицо А Михаил Вахнеев, посмотрите, гордо так шествует, как Гоголем Ну, вот таким Гоголем, да, ну вот И ух, там крат, прямо, смотри, локомотив обрушивает Орлова прямо на опрону И еще удар Ой, ну вот сейчас, конечно, опять зрителям Но, друзья, понимаете, в этом тоже есть своя определенная прелесть Потому что вот так вот поучаствует в самые гуще события, где, когда это возможно Только на рестлинге Вот, зрители сейчас тут поставали за своих мест Локомотив усадил Орлова на стул А сам, вот Вахнеев Держит, да, держит он сейчас Дмитрия Орлова А, и считать Да, посмотри, отчеты А, для того, чтобы отчет был, да И локомотив хочет выиграть по отчету, понимаешь Восемь Девять А, Локомотив все еще держит И в детстве Да, в последний момент Дмитрий Орлов залетает обратно в ринг На десятый счет все-таки, да, он успевает Ну, ребят, вы понимаете, да, локомотив, ну, не щадит вообще никак, абсолютно Да, Орлов, конечно, вот после возвращения сразу попасть на локомотива после травмы Ну, это, конечно, он сам его выбрал Он справедливо считал, что он не терял чемпионство и как подловил сейчас локомотив Готов к битву с лучшим, но, может быть, ему стоило все-таки каких-то пару, ну, слова реабилитационные, не хочется говорить Да, я понимаю, но и попал под локомотив под полноценный, потому что сейчас Дмитрий Орлов пока что ничего не может продемонстрировать в этом матче Настолько плотно за него взялся чемпион ДФР Да, на дрогом скрю зовут локомотив Орлова, но тот успел отбиться И снова Вахнеев вмешивается Да, отбивается от Вахнеева, но пропускает в лицо удар Сейчас претендент Уже очень долгое время Орлов находится на опроне, за канатами Но рефери отчет не ведет, считается, что все-таки он на ринге А вот сейчас локомотив все-таки, вот первый раз Драгонскрю не получился, но сейчас локомотив, мне кажется, либо сделает что-то хуже Да, дерутся сейчас рестлеры и Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой кошмар Убийственный прием сейчас проводит Иван Марков локомотив и, по-моему, дитя-дитя в опрон ринга и за ринг это Это очень страшный прием сейчас, проявили рестлеры Ну и посмотрим, сейчас будет отчет делать Данила Дмитриев Закидывает Орло, нет, ну слава богу, жив Я говорю, мне реально страшно было, просто было страшно Сюда сейчас просто форменное избиение Дмитрия Орлова Пока, да, одну калитку он из локомотив, да и как выносит Но вот этот прием, это было не... Это, да, это очень страшно И продолжает избивать головой об опрон ринга, лицом, но сейчас Да, атака за атакой Мне, знаешь, мне кажется, что Дмитрий Орлов уже не встанет Я не знаю, что нужно сделать, чтобы вообще встать после этого, потому что... Нет, ну смотри, встал Да, и пока спиной стоял к рингу Иван Марков, локомотив И... О, нет, невероятно! Да, сейчас планчу через третий канат закрутил Дмитрий Орлов По-моему, они решили поубивать друг друга в этом поединке Что творят? Что они творят, друзья? Орлов! 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 Да, ну что, Дмитрий Орлов смог все-таки подать признаки жизни И рестлеры сейчас возвращаются в ринг и посмотрим, что будет дальше И кадр, но... Нет, за канат держался локомотив и заблокировал финишер Дмитрия Орлова А вот лукобомба, но тоже не прошла Вторая попытка уворачивается Дмитрий Орлов Катер все-таки проводит, проводит И выкатывается за ринг чемпион НФР Опять, ну... Бахнеев, да, его поддерживает Ну, поддерживает, так сказать, не только словом, но и делом Да, настоящий друг, наставник и напарник Орлов! 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 Ну, очень-очень устал Орлов ... И все, что ему пришлось пережить сегодня в этом матче Это... Отсчет начинает Данила Дмитриева Лока решил, пока есть время, до 10-го счета присесть, немножко передохнуть. Неужели сейчас опять Анатарнова прилетит аутсайд еще один? Мало ли. Так, ну что, восемь, ну что, неужели Локомотив, ну нет, посмотри, возвращается в ринг? Ну такого монстра, как Локомотив, возможно, даже достаточно. Да, но он обнулил. Смотри, что делал. Да, берет передышку, видимо, Иван Марков Локомотив. А я уж было подумал, что он действительно решил вернуться в ринг, вот так забраться. По правилам, если рестлер обратно возвращается, то счет обнулен, он уж вылез обратно и до десяточки как бы. А Локомотиву, чтобы, ну, с его опытом, с его, вообще, вот, скилом и свой организм накаченным и проверенным и закаленным рестлением достаточно очень мало времени для того, чтобы прийти в себя. Да, и спокойно он заходит в ринг. Смотри, он как бы бросит тайм-аут, что ли? Я не могу понять, что это за жестко. Да. И лук-велосипедный удар, басикл-кик. Да, еще и клоуз-лайн добавляет сверху чемпиона НФР. Смотри, и суплекс. Да, запускает сейчас в угол ринга двух орлов с места. Тибоун суплекс, по-моему, называется, бросок, если не ошибаюсь. Ивана Маркова и оба рестлера сейчас не стоят на ногах, потому что оставили все силы в ринге. Орлов! 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 Удар локцем. Ответ. Да. Снова идет в атаку Дмитрия Орлов. Знаешь, у меня такое ощущение периодически, что они вот не за титул, а они вот за жизнь. То есть, я говорю, хотят его грубо. Очень серьезное противостояние. Мы сейчас наблюдаем, дорогие друзья. Встали на ноги рестлеры, но продолжают наносить поочередно друг другу удары. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это был плевок прямо в лицо. Какой рублей? О-о-о. И ответочка. Ну, вот такой обмен любезностей. Ой, у локомотива рассечения, кстати. Да. Ну, неудивительно, когда такие убийственные приемы проводят рестлеры друг против друга. Давай, мимо! Ты посмотри, на теле Дмитрия Орлова скоро живого места не останется. Весь в кровопотеках. Ну, вообще, людям, которые вот так вот выжили после боя с локомотивом, мне кажется, после этого... Ну, как это? Жить уже не так страшно. Это же не так страшно. Удар локцами. Да, продолжает наносить удары один за другим. Чемпион НФР. И, ну что, неужели снова возвращение его доминации в этом матче? Суперкик. Орлов лезет на второй канат. И оба! Смотри, что он сделал. Бэкстебер прописывает сейчас Дмитрия Орлов. Он сейчас перехитрил локомотива, хотел на домкрат поймать. Калинуша Гороша прописывает Орлов. Один, два. Вырывается Иван Марков локомотив. Я просто не могу поверить в то, что происходит в ринге. Настолько бескомпромиссная и безапелляционная борьба происходит, дорогие зрители. Меня, честно говоря, даже немного пугает та жестокость, которая сейчас происходит. Казалось бы, не хардкор, да? Ну да. Но! Даст фору любому хардкорному матчу. Не скажу, что прям как в любом, но в принципе, да, то, что здесь рестлеры используют, как оружие, свои кулаки, свои тела. Раз, два. Вырывается Дмитрий Орлов. Матч продолжается. Орлов! 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 Ты правильно сказал, Орлов медленно покрывается кровоподтеками. Поподтеками, спина, грудь, плечи. Да, страшно смотреть. Лицо. Ну, что завтра с ним будет, я вообще буду предположить, когда его отпустят после адреналина этого. Да, контратакует сейчас Дмитрий Орлов, сбросил с себя локомотива, залезает он на третий канат. Вот нет. Да, сбросил локомотив его оттуда. Ну, не сбросил, он выбил ноги и пахом сел Орлов на карабин. Давай! Да, поднимайся, рыб. Блин! Без супер-плец. Встает Орлов. Да, пауэр-бомба в исполнении Дмитрия Орлова. Как-то на спайн-бастер похоже. Раз. Но нет, локомотив даже из удержания до одного вырвался. И что? И локомотив говорит, что у него травма. Данила Бирюс спрашивает, какая травма? Держите за руку локомотив, так. Что, неужели чемпион НФР получил травму в этом поединке? Так, а в этом случае чего должен быть бой остановлен, по идее? Скорее всего, да. И посмотри, элита сейчас в ринге, пока судья не видит. Ты видел, какой тут штуч? Что вытворяет? И смотри, элита начинает избивать Дмитрия Орлова, пока Данила Дмитриев выключен. Да, ну вот то, что мы сейчас видим, это атака, прямо целенаправленная атака Ретери. Не случайно. Вы видели, как двумя ногами локомотив прямо въехал в лопатки Данила Дмитриева? И сейчас никто не может помешать группировке ОК, творить беспредел на ринге. То вот, небольшое пространство, законное порядка, которое мог обеспечивать рефери в матче с такими вот людьми, как локомотив. Оно пропало. Да, чуть не атаковали друг друга. И посмотри, что творится, что с элитой. Орлов решил не бросать элиту. И все-таки, да, и посмотрите, она атаковала локомотива неосознанно. Выкидывает элиту сейчас. Дмитрий Орлов и карта проводит. Ну что, будет ли удержание? Дмитрий Орлов и карта проводит. Народ и что, что со светом? Не знаю, почему-то свет погас. Что это? Что это за музыка звучит? Я, я, я. Ее! Другие! Как другие группировки уже развалилась? Ай, что, Ярослав Державин. Ай, Ярослав Державин. Его вообще не нужно быть сегодня на шоу. Чемпион Москвы Ярослав Державин. Он предлагает... Я посмотрел, локомотив стоит сзади. Под музыку других появился Ярослав. И пропускает удар самый умный рестлер. Но группировки другие же нет. Но вот он пытался, именно, Орлова как-то на ностальгию взять. Локобомба! Да, локобомба удержания. Раз, два, три! И победа! Иван Марков, локомотив. Слушай, Ярослав Державин на предыдущей этаже, а? Ну, видимо, у самого умного рестера свои какие-то планы на все это. О, как бы то ни было! В очередной раз! Слушай, уже сколько значимого у локомотива. Да? Ох, рестлер должен продолжать всем доказывать, что он является И он таких оппонентов побеждал. И в таких условиях я, честно говоря, не знаю, что должно произойти сейчас. В нынешнем МНФРКе кто должен появиться, чтобы забрать у Ивана Маркова титул чемпиона? Я не представляю. Так, локомотив... Так, берет микрофон. Ну что, ведь он хочет что-то сказать. А, все еще, ваш абсолютный чемпион России по рестеру. Ну что ж, триумф в группе Робки, окей. Так, чекунду. Так, чекунду. Ну, да и все, как вы видите, как вы видите ко мне. Но, с теми менее, с теми менее, Лима. Я не могу стать безогласным. Если вы видите, Лима, и вы сейчас слышите. Мне гораздо более чем. Так, ну, походу, дело элита не содержалось в стане, в группировке, окей. Ты подвела меня, Элита. Я думаю, так, и на ней конец. Я слышу, что я просто поддумался. А, видишь, как? А, вот так. Это просто наказание, б***ь, у меня порка была. Вот так вот. Ну, что же. То есть, они ее не погоняют из группировки, вы решили наказать. Ну, действительно, в этом матче она несознательно атаковала его, Ивана Маркова, Локомотивов. Поэтому... Ну, с элитой это, конечно, жалко. Жалко, потому что... Но, с другой стороны, карма. То, что произошло с Кейси, да, произносила. Вот... Так, знаешь, я могу сказать так. Они не только дают... Ну, не только дают нары, но они также и довольно пустойки сами. Да, Иван Марков, Локомотив, себя называет Богом Реслами, друзья. Ну что, вот так и закончилось шоу «Зимний бросок». Да, дорогие друзья. Принесло нам много интересного. И 2020 год в дальнейшем ожидает... Так, секунду. Что-то мы поспешили попрощаться. Да. Элита берет микрофон, секунду. Что-то элита, видимо, хочет сказать. Элита берет микрофон, секунду. Элита берет микрофон, секунду adapting к норку. Когда вы говорите, послал меня в другую руку, кей? Нет, я подумала, что это новые перспективы, новые возможности. Но знаете что? Я ошиблась. Потому что он ничего не может сделать сам без нашей помощи. Помощи лишней, кей-ля! Так. А когда, 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 когда он был один из лучших мессоров России. А сейчас, сейчас, посмотрите на него, что он может, что он только сам может. Помимо таких зала, сколько часа, вот что может отходить. И знаете что? Чтобы задеть его, распутать эго. И... А лучше задеть его тонкие нежности в золоте. Ну что, элита, получается, ведет свою собственную игру? Извините. Я, женская чемпионка, это вы. Я, будущая, настоящая, первая женская чемпионка, я наставлю. Но это еще не все. Я, первая женская чемпиона России. Если вы на спорте поняли, то я вам наоборот. Это моя лица. Ну что, дорогие друзья, значит ли это, что элита покидает все-таки группировку ОК? Покажет время. Но в любом случае, она покидает этот ринг в статусе новой чемпионки НФР. Да, ну вот теперь точно все. Дорогие друзья, это было шоу «Зимний бросок». Все, чем продолжится эта история, мы узнаем далее. Потому что есть у Рослинга начало, нет у Рослинга конца. Редактор субтитров А.Семкин